Карлук и тюркский народ Алтая в Средней Азии, также карлуки, карлуки, древнетюркские, карлук, персидский халах, карлук, были видны кочевой тюркской племенной конфедерации, проживающей в регионах Кара-Иртыш, Черный Иртыш, и город Арбагатый к западу от Горного Алтая в Средней Азии. Они также были известны как Гилуол, упрощенный китайский традиционный китайский, обычный фонетический, Гилун, Халала, Харла или Харлуут. Карлуков дали свое название на отдельную карлукскую группу из тюркских языков, которая также включает в себя уйгурские, узбекские языках и латюрков. Карлуки были известны как когерентная этническая группа с автономным статусом в Каганате Гактурк и независимых государствами карлукского Каганата, Караханиды и Карлугец прежде, чем быть поглощенными в Чигатайском ханстве от Монгольской империи. Их еще называли Учагуз, что означает Триагуза. Несмотря на схожесть названий, Махмуд Аль-Кашгар и Эсдиуан Лугать Аль-Турк писал, Карлуков является подразделением кочевых тюрков. Они отделены от Агузов, но они туркмены. Как Агуз или Анатив Рашид Аддин в его джаме Аль-Таварих упоминает Карлуков, как из Агуз, туркмены, племен. Первое китайское упоминание Карлуков, 644 грамма, помечает их манихейским атрибутом, лев Карлуков, шигелуолу, ши означает сагдийская лев, лев, турецкий, арслан. Карлуки существовали до времен монголов. В раннем средневековье три племени геоктюркского Каганата образовали союз Уч Карлуков, трех Карлуков. Первоначально лидер профсоюза носил титул Ильтибер, впоследствии повышенный Даябгум. После раскола Каганата около 600 граммов. На западной и восточной Каганаты Уч Карлуки вместе с Чуей позже Какшатуа, Чуми и Бейшу стали подчиняться западно-тюркскому Каганату. После падения Гактуркс, конфедерация Карлуков позже будет включать другие тюркские племена, такие как Чигелс, Туси, Азкиши. Тургеш, Халаес, Чарук, Барскан, а также иранские сагдийцы и мигранты из Западной и Центральной Азии. К 665 году Карлукский союз возглавил бывший Уч Карлукбек с титулом Кюль-Эркин, ныне титулованный Ябгу, князь, у которого была мощная армия. Карлукский авангард покинул Алтайский край и в начале 8 века достиг берегов Амударии. Известные своими тканами коврами в домусульманскую эпоху, они считались вассальным государством династии Тан после окончательного завоевания региона в Трансаксане китайцами в 739 году. Карлуки подняли восстание против гектюрков, тогда господствовавшей племенной конфедерации в регионе примерно в 745 граммах. И образовалась новая племенная конфедерация с уйгорскими и басмельскими племенами. В племенную конфедерацию таку-сагузов, возглавляемую кланом уйгорских иглокаров Центральной Азии, этноним Карлук не возродился. Вместо этого узбекские и уйгорские языки стали двумя основными разделителями среди носителей современных вариантов чугатайского языка. В рамках этих двух современных национальностей есть такие подгруппы, как уйгорские доланы, айнуры и несколько региональных популяций узбеков. Некоторые из узбеков имеют больше общего с группами кипчаков, такими как каракалпаки и казахи, или с иранскими таджиками, чем с другими узбеками, которые говорят на карлукском языке. В Туркменистане карлуки входят в арабачскую этнографическую группу туркмен, проживающих в Гарлыкском этрапе, названном в честь племени Лебабского Вилоята.